Этого взвода, это получается СТБ Альфа-1.4 и Альфа-1.5 Крым, вы в пешем порядке вдоль дороги, соответственно, двигаетесь на точку Ромео-101. Далее, вы там производите все высадку, все закрепляетесь, все, соответственно, осматриваете на север, на юг, чтобы там, не дай бог, какая-нибудь тачка не выгрузила пехоту у вас прям под хребтом. И дальше вы, получается, начинаете аккуратно двигаться друг за дружкой по вот этим точкам. Ромео-102, Ромео-103, на Ромео-104 взводный у вас выслед, там, либо наблюдателей, либо целое прям отделение, потому что это самая такая господствующая высота. И дальше вы закрепляетесь, получается, на Ромео-105. Почему я не хочу, чтобы вы заходили в триггер? Я надеюсь, что двумя другими взводами нам достаточно будет сил, чтобы мы проштурмовали эту высоту. Но может так получиться, что я вас еще куда-то там отправлю, именно еще и в Бафор. Но в большинстве с вами вы пока, получается, вот просто идете по южный этот, прикрываете все взвода с южного направления. У взводного Ромео есть вопрос? Нет вопросов. Все, идем дальше. Следующее. Это у нас, получается, отель. Происходит примерно то же самое. То есть М113, это, получается, сейчас скажу, это отделение 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6. М113 загружается боеприпасами, подъезжает в зеленый, ну, потому что, видите, они до вас зайти не могут по зеленому кругу. Вот. Загружает одно отделение. Взводный пусть сам решит, какое хочет, ну, можно там одно любое пехотное. И то же самое в быстром порядке двигается на точку отель 101. Выгружается и удерживает плацдарм. И преимущественно смотрит именно южное направление. То есть Ромео, получается, фронтом идут, а вы посматриваете вот южный, ну, типа как на фланге сидите. Пехотное отделение, которое оставшееся в пешем порядке вдоль дороги, опять же, идет, тоже так же встает на точку отель 101. Весь взвод отель, это второй эшелон. То есть, получается, когда Ромео там на какой-то из высотей их порешат или, не дай бог, там полностью уничтожат, вы вторым эшелоном начинаете продвигаться и, ну, как получается, за ним. То есть Ромео впереди, вы за ними аккуратно подтягиваетесь. То есть, они, допустим, захватили Ромео 102, а вы пока удерживаете Ромео 101. Они там начали движение вперед, вы опять же подошли и прикрываете их. Ну, то есть, вот такого разряда. То есть, вы идете именно вторым эшелоном. Идете, получается, до отель 104 и дальше вы уже непосредственно начинаете штурм. То есть, заходите на точку отель 105 и начинаете штурмовать по часовой стрелке. То есть, траншеи, ДОТ, траншеи, ДОТ. Там просто по периметру всего вот эти вот ДОТ и траншеи, ДОТ и траншеи. Вот вы их полностью защищаете, но защищаете по часовой стрелке. Вопросы есть у взвода отель? Нет. Так, все следующее. Это взвод Майк. У вас не будет никакой порекомандированной техники. Вы просто в пешем порядке двигаетесь на точку, ну, прям по лесополосе Майк-111, 102, 103. Вот на 103 высоте вы полностью все ложитесь, чтобы вас не было видно никаких этих макаров. А на 104 аккуратно выдвигаете корректировщика. Когда там будет работать артиллерия по основным точкам, прикольно было бы, чтобы вы могли ее наводить. Если вдруг она совсем в другом направлении будет, даже по горе не будет попадать. Вот ваша задача, если что, ее понаводить. После того, когда миномет отработает все необходимые свои задачи, пилоты тоже сделают все необходимое, я вам даю отмашку только по моему приказу, и вы начинаете штурм. Самые опасные момента, это со 103 бежать на 105. Это получается у вас склон, и противник со своего северо-восточной части, он реально все может просмотреть. Поэтому как можно более разрозненным строем, ну, то есть подальше вердружкой, и максимально быстро, не тормозя, спуститесь в ложбинку 105. Дальше вы разворачиваетесь уже полностью взводно и разворачивает все свои отделения, и через Майк-106 вы начинаете штурмовать сам триггер. Штурмуем сам триггер, заходим на Майк-108, и вот уже начиная против часовой стрелки зачищать траншеи и доты. Вопросы у Майка есть? Вопросов нет. Все, следующее. Это минометный взвод. Смотрите, ребят, вы в первое, это получается минометный взвод, и одна машинка. Это 3-2 получается, и 3-3. Это вы, получается, отделение взвод танго. Значит, машинку надо будет аккуратно поставить поперек дороги, чтобы она закрывала миномет, потому что, не дай бог, если они рывком займут 101-ю высоту, там навесом из ушки реально можно по дороге стрелять. Поэтому поставьте машину на всякий случай, вот ее, чтобы она прикрывала. Далее. Ребята, которые на минометы, у вас там куча этих ящиков с боеприпасами. Обязательно их всех оттащите с дороги. Они мешают вращению. Я не очень удачно поставил, и получается, когда вы начинаете вращать миномет, можно прям сразу убить и себя, и миномет, короче. Просто задев его в коллизию, зайдя в ящик. Поэтому сначала ящики все оттащите. Далее, спустя 10 минут вы ко мне выходите на связь, и говорите мне, ребята, Муркантар, 10 минут прошло. Это после фристайма. После конца фристайма 10 минут отсчитываете. 10 минут прошло, вы можете стрелять. Вы отрабатываете сначала один, пристрелочный, чтобы мы точно поняли. Ну, вы пробовали? Вы стреляли вообще? Танго? И она здесь? Очень быстрее. Фарит, наверное, на то что. Фарит, тебя не слышно. У тебя моргает, но не слышно. Понятно. Ну, ладно, будем считать, что вы хотя бы это просто послушали, потом ему передашь. Ситуация просто следующая. Вы сначала отработаете один, чтобы мы четко видели, что вы туда попадаете. Ну, наш корректировщик наведет. Потом, соответственно, когда он говорит, да, все окей, вы просто отрабатываете 8 снарядов по доту 2, 8 снарядов по доту 1. Понятно, что там будет разброс. Но вы хотя бы вот в дот стреляете куда-то. У вас как раз получится, что вы попадаете там плюс-минус в траншеи. То есть, 8 снарядов в одно, 8 снарядов в другое. И у вас остается еще 8 снарядов. Ну, не 8, а 7, допустим. Вы их просто оставляете уже на момент, когда пойдет штурм. То есть, когда мы все штурмовать пойдем, я вам даю отмашку. Вы отрабатываете туда 8 снарядов, короче, хеешных. Просто чисто для того, чтобы у них подавление было. А потом, соответственно, откидываете дымы. После этого все аккуратно засаживаетесь в М113. И присоединяйтесь к атаке со стороны Ромео и Отель. Ну, то есть, прямо на М113 подъезжаете и уже играете как пехотное отделение. Вопросы взвода танка есть? У меня слышно вопрос? Да, теперь слышно. Я, потому что мы пытались поставить. Но у нас я не запустился. Но там, наверное, чуть-чуть меня хорош. Все. Ну, я уже, как бы еще раз говорю. Чардж это второй. Соответственно, Азимут это 279-280. И что-то там 1200-1210. Будешь попадать прям дот-траншея. Дот-траншея. Так, теперь по пилоту. Пилот, ты тут? Да. Смотри, тут то же самое. 10 минут ждешь. Взлетаешь. Начинаешь летать. Что? Суть мне какая хочется. В свободном порядке. По факту, здесь ничего реально стреляющего по тебе нету. Позырька нету. Но только если ты прям нечаянно завалишься на Зуху. То есть, у них есть две Зушки. Ну, в принципе, если очень аккуратно летать, я не знаю, там какая-нибудь тебя могут ошибить. Но, тем не менее, будь очень аккуратен, да. То есть, сначала ты отрабатываешь все свои бомбы по бафору. Мне бы хотелось, чтобы это было не так, что ты прям летишь и прям бабах, и все 12 сразу за раз. Ну, то есть, раз сделал заход, там 2-3 бабахнул. Два сделал заход. Они даже никогда будут перемещаться. После этого, после этого, это ты в свободном порядке после взлета. То есть, ты сам летаешь, как тебе хочется, заходишь с тех направлений, как тебе хочется. Единственное, что прослушивали эту, где мы Зушки, если вдруг будем видеть. И вот после того, как ты откидаешься бомбы, мы будем уже тебе ставить, ну, не ставить метки, а говорить, где у нас находится техника, ну, где она там, допустим, стоит. И ты туда уже заходишь и пушкой отрабатываешь. Вопрос есть? У меня вопрос. Ты не хочешь 2 ГБУшки оставить на Модесту. На всякий случай. Мне в сеть 10 скидывается. Давай, давай сделаем... По-моему, ты должен был на двина. Там 10, их 10. Да, блин, 10. Давай сделаем так. Ты 8 отработай, оставь 2 на всякий случай. Может быть, мне потребуется на бафоре. Может быть, потребуется на Модесте. Ну, вот. Посмотрим, короче. Просто если мы бафор захватываем с легкостью, 2 уходят на Модесту. Если у меня там что-то, какая-то жопа начинается на... Потому что по факту, давайте вспоминать, если кто здесь не знал, здесь такое очень открытое пространство, поэтому бежать, короче, в полугрудью придется вот прям на пулеметы. Поэтому я бы вам советовал и пехотным, и в этим. То есть не гнушайтесь подавлением. Вот. То есть, соответственно, одно отделение у вас там стреляет, второй бежит. Ну, или хотя бы если бежите все вместе, то бежите как можно дальше друг от друга. Вот. Нас, в принципе, больше, почти в 2 раза. Но, тем не менее, они в дотах. Вы по-голому полю. Вопрос есть у кого-то? Есть вопрос. Да, давай. Вот отель сейчас наставил точек. ВП-3, ВП-2, ВП-1. Там будет очень большое скопление правил наших сил. Это очень удобно. Нет, нет, смотри. Там получается так. Вот вы встали на Ромео-1, закрепились. Отель вторым эшелоном. Он получается позади вас. Вы двигаетесь на Ромео-102, а они, соответственно, занимают отель-2, отель-3. Ну, то есть, они двигаются вторым эшелоном. Они не будут с вами совещать. Какая дистанция будет примерно до них? Ну, я вообще бы предложил вам, допустим, вы на Ромео-102, они на Ромео-101. Вы пошли, допустим, на Ромео-103, они заняли 102. Ну, то есть, вот таким раскладом. Чтобы они не все вместе вышли. Я понял. То есть, мы идем фронтом, но мы смотрим также и юг. Да, вы юг тоже смотрите, потому что, еще раз говорю, у них много быстрой техники. Она может подъехать, прям вот стоять, грубо говоря, у вас в предгону, между горами, где-то зеленки, кстати, с южного направления легко. Там вообще никто не идет. Я понял. Все, если все, тогда стартует. Можно еще вопрос? Вот с медоверным, ну, у меня в расчетах М-12, куда ехать, какой город, я так не особо понимаю. А ты сам вначале стоишь и ждешь, пока они все отстреляют. После того, когда они все отстреляют, ты работаешь вместе с ним. То есть, ты в подчинении у танка. Ну, то есть, у Юэна. Они тебе скажут, но так вы потом все вместе засаживаетесь и просто присоединяйтесь к атаке. То есть, через... Ну, легче всего, наверное, вам будет отель, Ромео, короче, вот по этим точкам вместе штурмовать триггер. Ну, все понятно. Внимание, старт в игру. Мы с тобой в маневре, да. Че стоишь-то, блядь, пиздуй. Где? А, МАУ-3, готовьтесь выдвигаться. Продвигайтесь. Так, хлопчики. Настало наше время. Вою МАУ-3. Наступаем, блядь? Наступаем. Дымы приготовлены, блядь. И вперед там. Пулемет. Е-2, Арн. Идем через Валор и штурмуем эту крепость на вершине. Приняли. Сходу, да. Кост выстреляет. Пулемет выстреляют. Дымы кидаем, атакуются. Все, вперед. Все, пошли за мной. Длинин. Отильник здесь внутри. Приговоры. По юнтерам гуляем. Продолжение следует... Продолжение следует...